Учебников и известные формулировки вызвали достаточно такой большой резонанс по понятным причинам. Как Вы считаете, в чем глубинные причины подобного этих формулировок? И не становятся ли подобные процессы негативные, некой тенденции в двусторонних отношениях? Ну, я хотел бы Вас отослать к комментарию Министерства иностранных дел, Российская Федерация, на этот счет, где выражена позиция российской стороны по этому вопросу. Со своей стороны хотел бы отметить, что в целом, конечно, мы всегда осмысливаем нашу историю. Это нормальный процесс, в том числе и исходя из тех процессов, которые происходят сейчас, из тех задач, которые стоят перед нашими странами, нашими народами. Повторяю, это абсолютно нормальный процесс, который заслуживает уважения. Но я убежден в том, что здесь очень важно несколько факторов. Первое – это честность. Второе – стремление, готовность избегать каких-то конъюнктурных соображений, которые, может быть, кажутся, ну, скажем так, целесообразными сегодня, но завтра ситуация может поменяться. И вот очень важно, чтобы тот стержень, который есть, он сохранялся. Ну и, конечно, очень важный момент, нравственный момент – это уважение к памяти своих предков, к тому, что они делали, к тем подвигам, которые они совершали. Тем более, это важно, скажем так, применительно к истории наших стран, которая история очень непростая, которая требовала очень много и жертв, самоотдачи. Я считаю очень важно, что мы сегодня вновь собрались здесь, у памятника героя Машаканской битвы, которая является одним из действительно ярчайших примеров, как героизма, самоотдачи. Уважение наших предков и России свидетельством того, что уважение к ним, уважение к их памяти, уважение к нашей общей истории. Обсуждения были? Ну, пока каких-то с моей стороны предметных обсуждений не было, я только второй день после отпуска, но я считаю, что это тема, которая действительно заслуживает того, чтобы нам вместе, в общем-то, думать об этом, обсуждать это, потому что история – это очень важная часть и настоящего, и, что самое главное, будущего. Недавно вас пригласили в Москву для консультации. Какова причина этого приглашения? Спасибо. Давайте мы сегодня ограничимся вот той темой. Сейчас контактов на высшем и на высоком уровне, сейчас достаточно мало, если сравнительно брать. Как в целом обсуждаются вопросы, на каком уровне сейчас, какова координация, да? Давайте, вы знаете, мне бы не хотелось сейчас уходить от той стержневой темы, которой посвящено сегодняшнее мероприятие. Это действительно очень важное, скажем так, событие, важная тема, и я бы хотел ограничиться тем, что я сказал. Спасибо большое.